Это Русский Космос. Здравствуйте! В студии Мария Кулаковская. И сегодня у нас в гостях ветеран космической отрасли, ученик и соратник Сергей Павлович Королёва, профессор МАИ Валерий Бурдаков. Валерий Павлович, здравствуйте! Добрый день! Вы начинали работать ещё у Сергея Павловича Королёва. Вот скажите, как вам представлялось тогда развитие космонавтики? Вот если бы 50 лет назад вы увидели нынешнее состояние космической отрасли, вас бы это устроило? Королёв мечтал о широком развитии космонавтики. Как он писал в своих статьях, это и созвездия дальних галактик, видите, это же галактик. Не говоря уж о Марсе, о Венере, о других планетах Солнечной системы. Поэтому, значит, моя сейчас сегодняшняя задача продолжить те идеи Сергея Павловича Королёва, которые он и нам, так сказать, внушал, и даже просил и заставлял нас над этими идеями думать и их развивать. Вот в вестибюле нашего космического агентства стоит вот рядом с Бюстом Гагарина эта ракета, эта «семёрка». Это классика, с неё начинался космос. Космос земной, а не только наш, российский, советский. Я считаю, что рядом с ней, с другой стороны Бюста, надо поставить вот эту вот ракету. Это перспективная наша ракета, отдельные элементы которой мы разрабатывали ещё при Королёве, но они не реализованы. Абсолютно у всех специалистов сегодняшнего дня, работающих на предприятиях «Роскосмоса», есть твёрдое мнение, что такую ракету создать невозможно. Почему? По многим причинам. Видите, значит, она многоразовая, во-первых. Во-вторых, одноступенчатая. А ведь количество ступеней увеличивает отдачу весовой ракеты. То есть, чем больше ступеней, тем больше МЮПГ, то есть, тем больше относительной массы полезного груза, отнесённой к стартовой массе ракеты. Поэтому многоступенчатая ракета, конечно, выгоднее, чем одноступенчатая. Но одноступенчатая никуда не падает. Она улетает, как самолёт, и возвращается обратно. Это во-первых. Во-вторых, она используется многократно, а эта только один раз используется. В-третьих, она, раз возвращается обратно, не требует никаких зон отчуждения. То есть, может по любым азимутам запускаться. В том числе и в случае каких-то там аварий на орбите, мы можем оперативно её запустить, а не ждать там сутки, когда она, значит, Земля повернётся так, как надо. В январе 1960-го первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была поставлена на боевое дежурство. Её начали проектировать ещё в 1953-м, а уже в 1957-м ракета Р-7 вывела на орбиту не бомбу, как мысли в Генштабе, а первый искусственный спутник Земли. История этого носителя как торжественный марш победителей от одного космического триумфа к другому. «Семёрка» сыграла решающую роль в Холодной войне. Тогда, начальный этап ракетной гонки, американцы проиграли вчистую. Создавалась Р-7 колоссальными темпами. Каждая деталь проектировалась заново. Искали новые решения, совершая при этом настоящие технические открытия. Например, вот эти поворотные двигатели. До сих пор на каждом носителе 12 таких установок. Революционная технология того времени. Сталь Денисов усовершенствовал многие детали той самой первой ракеты Р-7. Для этого силового кольца центрального блока ракеты предложил новый сплав, который тянулся и был намного прочнее прежнего. Потом предложил новый кронштейн. Р-7 от таких доработок только выиграла. Конец 50-х. Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Так она рождалась и становилась легендой, унося в неизведанные дали сначала спутники, потом собак, а затем уже и первого космонавта планеты Земля. Ракета приобрела двойное назначение. Мирное и военное. Валерий Павлович, она же до сих пор выводит, правильно? И работает без отказа. А может быть нет смысла ее заменять на что-то другое? Все дело в том, что в настоящее время эта ракета уже морально устарела. Что это такое, в отличие от «семерки»? Это одноступенчатая ракета. Она многоразовая. Она всеазимутальная. Она экологичная. И кроме того, за счет того, что она многоразовая и все такое, она позволяет уменьшить стоимость выведения единицы полезного груза примерно на 40%, а может быть даже и выше. Эта ракета была тоже придумана еще при Сергее Павловиче Королеве? Мы ее задумывали при Сергее Павловиче Королеве, но... До сих пор не осуществили. Потому что у него было много планов других. Мы делали ракету «Н-1» для лунной экспедиции. На ней мы потом хотели и марсианские экспедиции, и другие всякие, но для начала, значит, вот лунная экспедиция. Потом уже после Сергея Павловича мы делали ракету «Энергия» с «Бураном», который... То есть уходил «Бураном». Ну, а мне тогда поручили проектировать корабль «Бураном». Вот на начальной стадии я проектировал этот корабль. А много вообще вот идей, которые были у Королева, они не были реализованы? Много, к сожалению, много. Вот была идея у Королева, во-первых, увеличить груз за счет того, чтобы переливать топливо из одного блока в другой. Ну, когда мы, скажем, опустошим два блока, их отцепим, а на этих двух дальше летим. Это очень еще Цилковский предлагал. Очень хорошая идея. Но, к сожалению, эта ракета и эти блоки трехтопливные. Тут есть окислитель в одном баке, в другом баке керосин, будем говорить, в третьем баке перекись водорода. Следовательно, нужно делать и по газу, и по жидкости соединения, да еще и перекачивающие насосы, да еще и арматуру и все такое. И вот перекачивать тут поэтому очень тяжело. Во-вторых, между баками большие расстояния. Вы видите, что вот эта вот ракета будет весить 650 тонн, а эта весит 300 тонн. В два раза меньше. Понимаете? А по объему, по весу, по высоте, по весу сухой массы эта ракета легче, чем эта. Потому что это уже перспективно, это уже ракета сегодняшнего дня. Например, все ракеты, вот и эта в том числе, и все остальные, которые вы знаете, имеют большие газоходы. Высотой там до 100 метров, глубиной до 100 метров этот газоход. Это означает, что стартовать она может только в том месте, где есть эти газоходы. А нам хотелось бы стартовать так же, как Фау-1 стартовала, или как Р-1 стартовала. Стол с него стартует, можно перенести в другом месте стартует. Это можно сделать только с помощью идей, которые навевают нам вот эти вот неопознанные летающие объекты, которые могут висеть над одной точкой земного шара, но не расходуя никакого топлива. Ну, считалось, что это невозможно. Эксперимент показывает, что это все возможно. То есть она стартует, эта ракета, на вот этом принципе левитации, без отброса массы. Вот она поднимается на эту высоту, и после этого на полную тягу запускаются двигатели, и она уходит, не разрушая стартовую срость. Вы сказали левитацию, Валерий Павлович, а как это возможно? Левитация — это слово придумал Ньютон. Оно означает не притяжение, он же ведь автор закона всемирного тяготения, да? А левитация, он называл явление, когда якобы вопреки этому закону тела отталкиваются, а не притягиваются. Вот левитация характерна для вот этих всех, так сказать, неопознанных летающих объектов, которые, значит, вот наблюдаются. Вот видите, она как летает тут. Нет, это с помощью магнитного поля, но при этом нет отброса массы никакой ракеты. Можно с помощью магнитного поля поднять вот на эту высоту, примерно высоту диаметра. Да, она летает. Но она взлетела, хорошо, а на каком топливе она, интересно, работает? Я сказал, что без выброса массы никакого топлива не надо. Вообще никакого? Вообще никакого не надо. С помощью левитации, то есть без выброса массы, вот, можно поднять ее на высоту одного диаметра, а потом включить двигатели. Но для этого, конечно, должен быть виток, в котором вот этот ток будет образовываться. Это виток сверхпроводниковый. Вот он красным здесь изображен. Вот, если у нас на Земле будет соленоид с током, ну, большой мощности, конечно, вот, то здесь с помощью эффекта Месснера возникает диамагнетизм, обратный ток, и он отталкивается. И вот она поднимается на высоту одного диаметра, и дальше двигатель запускается на полную мощность. Вот скажите, какие еще ракеты возможны? Вот помимо вот этой, да? Да, это уже достаточно, потому что мы, когда сделаем вот одну такую ракету, вот, я ее тут показываю в крупном плане, а эта вот, значит, она мелкая. Мы из них сделаем ракету супертяжелой. Вот она. Значит, она многоступенчатая, и каждая ступень вот летит, отбрасывается два блока. Это вот первая ступень, кончила работу. Затем отбрасывается еще два блока. Вот они. Так вот она летит. Затем отбрасывается еще один. То есть это многоступенчатая ракета. И каждая ступень многоразовая. Каждая садится на землю. Каждая не требует зоны отчуждения. Вот. Но выводит такая ракета 250 тонн уже. Валерий Павлович, в 80-м году вышла Ваша книга «Ракеты будущего». Да? И там, среди прочего, рассматривались термоядерные, фотонные двигатели. Вот что это за технологии, и есть ли у этих ракет будущее в нашей стране? Да, действительно, такая книжка была. И там были двигатели, касающиеся далекой перспективы, о которой, тем не менее, Королев не только мечтал и думал, но и нас очень активно спрашивал, что у нас, какие новые есть разработки. В частности, термоядерные ракетные двигатели – это двигатели дальних полетов. А даже фотонные двигатели – это двигатели еще более дальних, междвездных полетов. Такой полет может продолжаться сто лет и больше, и экипаж там нужно готовить. Но и мы уже тогда думали, как это должен выглядеть, и в этой книжке вы это все видели. Ну и уже вот новые работы есть, на которые сейчас ссылаются и американцы, и англичане и так далее. Это очень интересная тема, потому что мы же ведь не только будем обслуживать с помощью космонавтики Землю, но и будем летать к планетам Солнечной системы и еще дальше. Сейчас вот в Америке целый институт открыт внеземной жизни. У нас пока этого нету, к сожалению. Но вот эти вот НЛО, они как бы толкают мысль на вот эти вот новые явления. То есть вы считаете, что НЛО все-таки существует? Да? То есть они есть? Ну, очень много данных, конечно, которые говорят, что они существуют. Но объяснение, я пытаюсь дать объяснение там в журналах и так далее, но большинство специалистов, которые к этому не имеют отношения, считают, что этого ничего нет. Но зато 98% землян, как говорится, верят в Бога. А вы сами видели что-то подобное? Видел, конечно. И фотографировал, и видел. А как же? Но вот сказать, вдалеке точка висит, там шар какой-то черный висит. В Иордане, допустим, я сфотографировал несколько раз. Ну, что это такое, я же там не был, не знаю. Вот это требует изучения. Из истории известно, большинство появлений летающих тарелок происходит в неспокойное время. И след этих тарелок уфологи находят даже в древних цивилизациях. Наблюдали НЛО и в Советском Союзе. Гипотезу, что это посланцы внеземных цивилизаций, высказывал сам Иосиф Сталин. Тогда специально была создана военно-научная программа «Сетка», целью которой было разобраться в природе НЛО. С помощью «Сетки» военные следили за безопасностью оборонных объектов. А Академия наук изучала все факты появления летающих тарелок. К удивлению ученых, из войск поступала масса сообщений о летающих тарелках. Особенно много информации приходило из авиационных частей. Прежде всего была задача выяснить, существуют ли аномальные явления вообще. Этому способствовала книга Мензела, где он все аномальные явления объяснял какими-то отражениями, миражами, галлами. Во-вторых, не сбрасывалась теория того, что это могут быть внеземные цивилизации. Третье – это выяснение возможного прикладного использования. Вот три основных этих, так сказать, линии, они велись. Почти всем летающим объектам найдено естественное объяснение. Это редкие природные атмосферные явления, научные эксперименты в ионосфере, запуски метеозондов и ракет. Изучая НЛО, ученые обнаружили и немало любопытных эффектов, которые позволяют менять традиционные принципы действия ракет и космических кораблей. Идея экранопланов, электромагнитных двигателей и двигателей, позволяющих набирать высоту без отброса массы, ученым тоже подсказали наблюдение именно за НЛО. Но все же, по мнению профессора Бурдакова, природу появления в небе 3% НЛО современная наука объяснить пока не может. Нам нужен какой-то прорыв в сознании, да, прежде всего, не столько технологический, сколько вот мы должны понять, что нам надо что-то менять в космической отрасли. Нам надо воссоздавать наше лидерство в космонавтике. космонавтика начинается, как говорил Королев, с лошади, с ракеты. Вот была сделана эта лошадь, тут и спутник он запустил первый, тут и второй, и третий, и людей, и все такое, значит, и приборы. Лошадь до сих пор работает, до сих пор пашет лошадь. Конечно, пашет она, но она уже пашет не так глубоко, как требуется в современном мире. Почему мы ведь не на первом месте сейчас? Когда-то вот она пахала так, что нас никто догнать не мог, что мы были первыми. А сейчас уже наделаны этих ракет в мире столько, что нам надо подумать еще, как нам их всех обогнать. Организации нужна специальная, финансирование. Тут надежда на Сколково, потому что Сколково сейчас это очень привлекательный проект. Туда вошли многие олигархи, причем они вошли со своим капиталом, дают просто деньги свои, не требуют ничего взамен. Приглашают туда иностранных специалистов высокого класса. Наше правительство в какой-то степени уже засомневалось в наших способностях, вот в российских ученых. Зря? Нет, не зря. Нам надо показать, что они все делают правильно, но что и мы тоже, как говорится, не только были, но и остаемся рысаками еще. Эта ракета, когда ее сделают, она позволит, я говорю, собрать сверхтяжелую. А это уже для того, чтобы запустить космические солнечные электростанции на околоземную орбиту. И они будут нас снабжать энергией, когда закончится нефть, когда закончится газ, понимаете. Она же будет нужна для того, чтобы захоранивать в космосе, на Солнце радиоактивные отходы. Вы знаете, правительство приняло решение в два раза увеличить количество ядерных блоков на электростанциях, на ядерных. А куда делать отходы? Отходы замуровывать в землю. Мы будем в космос отправлять, да? А вот в космос отправлять. Мы так там мусорим нас. Вот по последним данным Россия мусорит больше всех. Нет, не больше всех. Больше всех мусорит Америка, конечно. Конечно, они могут сказать, что Россия там. Как в кинофильме «Веселые ребята», помните, кто шумит больше всех. И там показывают эти, на мальчишку, который на дурочке играет. Так и тут можно сказать, что Россия больше всех. 75% всего мусора – это Америка, конечно. Космический мусор размером с 10-копеечную монету, а это чуть больше одного сантиметра, способен обнаружить вот этот прибор – уникальная разработка российских физиков. Сегодня единственное доступное средство наблюдения за космическим мусором – радиолокация, но она позволяет следить за обломками больше 10 сантиметров. Все, что меньше, вокруг Земли летает бесконтрольно. Однако даже сантиметровый фрагмент мусора способен повредить и вывести из строя работающий спутник. Объекты эти, несмотря на малый размер, обладают огромными скоростями – это 10 км в секунду. За счет этого имеют колоссальную энергию. То есть нетрудно посчитать, что там небольшая гайка, веса несколько грамм в космосе. Она имеет такую же энергию, как, скажем, в автомобиле, ковой там на шоссе, двигающийся со скоростью 100 км в час. Принцип работы устройства скромничают ученые прост. Солнечные лучи, попадая на мелкие обломки, отражаются. Это отражение и фиксируют специальные датчики, определяя не только местонахождение мелкого мусора, но и скорость движения и расстояние до него. На мониторе можно видеть пример изображений, которые были получены из космоса в прошлом году. Это кадры звездного неба, на которых хорошо выделяются треки мусора. Вот так выглядит космос на высоте 700-800 км над Землей. Огромное количество спутников. Многие уже давно не работают, став космическим мусором. Специалисты бьют тревогу. Космическая свалка достигла таких размеров, что начала саморазмножаться, дробиться при столкновении. С низких орбит фрагменты постепенно опустятся и сгорят в атмосфере. А вот на высоте больше тысячи километров все это может вращаться вечно. Спрогнозировать, куда полетят обломки, если спутники столкнутся, можно и при помощи законов небесной механики. Когда-то специалисты кафедры астрономии и космической геодезии Томского госуниверситета работали для военного космоса, сегодня для гражданского. Моделируют столкновения неработающих космических аппаратов. И даже взрывы, которые также случаются на орбите, без участия человека. Аппараты взрываются по той причине, что оставшееся в них топливо может в периоды солнечной активности взаимодействовать каким-то образом с теми корпускулярными потоками вещества, которые идут на Землю в результате этого выброса солнечного. Самая привлекательная и одновременно опасная орбита – геостационарная. На высоте 36 тысяч километров над Землей спутники связи, телевидение. Сегодня это более тысячи искусственных объектов. Из них контролируются лишь 400. Опасность этой орбиты в том, что со временем все недействующие аппараты по законам физики постепенно стягиваются в так называемые точки устойчивого равновесия. И столкновение неработающих аппаратов неизбежно. Основную массу спутников выводили как раз-таки поближе к устойчивым точкам вибрации, потому что это наиболее устойчивые как раз-таки зоны. И получается, что мусор-то как раз-таки туда и стягивается. Сегодня каждый новый старт корабля заставляет баллистиков ломать голову. Известны случаи, когда из-за угрозы столкновения надо было переносить запуски. Однако, если способы отслеживать космический мусор появляются, то реальных способов утилизации и очистки космического пространства пока нет. А ведь ближнему космосу требуется срочная генеральная уборка. Наша космонавтика в настоящее время выполняет только информационные функции. Дистанционно-зондирование Земли, радиотелевидение, навигация и так далее, и так далее. И вот космонавтика должна землян наших из космоса снабжать энергией с помощью космических солнечных электростанций. Вот эта ракета и ничего другого может запустить такие космические солнечные электростанции. Так вы верите в то, что она у нас будет? Верю, да, верю. Я и занимаюсь этим делом. Таким образом, я сказал, энергетика, то, что сейчас не делается, будет делаться. Транспорт будет делаться, то, что не делается. Потом, значит, безопасность, то, что не делается, будет делаться космонавтикой. И, наконец, технология. Ну, много пишут о космических заводах, о всяких вещах. Первые опыты были сделаны. Например, сказано было, что в невесомости расплавленный металл приобретает форму шарика правильную. Такую, которую вот на шарикоподшипниковых заводах даже не получить. А когда Леонову там или другим давали в целлофановый пакет эти шарики, значит, капать, они не успевали охладиться и превращались в таблетки там, значит. Но над этим надо работать. Это просто расстояние должно быть не такое, а метров 10-20, чтобы этот шарик прилетел и в застывшем виде уже, так сказать, был как этот самый шарикоподшипник. Да еще и полый, что на земле вообще сделать невозможно. То есть шарики-подшипники будут очень легкие, из титана, полые шары и так далее. А сейчас на вагонах или дорожных вот такие шары целиковые, а металл внутри, он не работает, это просто вес. Ну и что касается информатики, конечно, информатика будет развернута очень широко. Ну вот когда бываешь в Африке, там мне приходилось во всех странах и на всех континентах бывать, и видишь неграмотного бедуина какой-нибудь, который на верблюде едет и разговаривает по мобильному телефону. Он, конечно, не знает, что это такое, кто там внутри сидит, но знает, что уже можно... Ну что это можно сделать. Что голубиную почту уже держать не надо, и там вот эти вот были голубиные всякие у них, они уже голубей всех съели. Вот и все разговаривают с помощью мобильных телефонов. Это все из космоса. Из космоса можно передавать и программы, и учебные, и всякие другие. Ну это вот будет наше будущее, которое даже Жюль Верн не мог себе представить. Это уже сейчас многое есть. То ли еще будет. То ли еще будет, да. То есть все вот эти пять кластеров, которые составляют организм, будет обеспечить космонавтика, конечно. То, что авиация не может делать, другие техники, других, так сказать, направлений не может делать, космонавтика все это будет делать. И вот мы для этого и работаем. Спасибо, Валерий Павлович. Пожалуйста. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Русский космос. Русский космос. Продолжение следует...